Сейчас будем проходить игру в режиме сражения, и тут трассы по-другому расположены, точнее не трассы, а арены, и я выбрал другой кораблик. То есть, вот, в режиме гонки мы начинали на одной трассе, а в режиме сражения на другой. Значит, за этот корабль я люблю больше всего играть в режиме сражения, но давайте сначала мы собираем деньги. Потому что у него очень мощная броня, и спецоружие у него очень мощное тоже. Спецоружие у него это пушечные ядра, которые, если близко плыть к врагу, могут его вообще уничтожить. В режиме гонки я играл за другой катер, у того была хорошая скорость и спецоружие ускорение. То есть, поэтому он лучше всего был для гонки. Значит, сначала я собираю деньги, потом я собираю оружие, а потом я уже плыву всех мочить. Но они друг с другом тоже мочатся, но в основном ты их должен сам всех мочить. Вот, например, сейчас ко мне кто-то подплывет. Смотрите, видите, я его почти замочил. Готов. Видите, какое у него мощное спецоружие. Выстрелил один раз, и все. И почти сдох. Значит, что я еще хотел сказать. В режиме гонки... Вот тут еще, кстати, смотрите. Сейчас у меня спецоружие перезарядится, я сюда выстрельну, и отсюда деньги посыпятся тоже. Пока она перезаряжается, давайте пока пособираем. Значит, в режиме гонки тут трассы сделаны как вот по кругу, да? А в режиме сражения тут открытая. То есть, например, смотрите. В режиме трассы тут справа, слева было закрыто. А в режиме сражения тут открыто. То есть, как бы много мест, которые открыты в режиме сражения. То есть, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот еще место, которого в режиме гонки нету. Тут много оружия всякого. То есть, в режиме гонки карты, они ограниченные. А в режиме сражения открытые. Ну, у этого кораблика самая мощная броня и самое мощное спецоружие. Поэтому можно не бояться, что меня кто-то замочит. Блин, хочу взять вот это нитро. Теперь уплываем отсюда, собирать другое оружие. В принципе, на начальных стадиях я могу всех перемочить чисто своим спецоружием. Уж тут пока все слабые, ни у кого апгрейдов нет никаких. Так. Тут также есть места, которые можно разрушить. И там будет какое-то оружие спрятано. Давайте сначала деньги пособираем. Так. Конечно, сражения проходить дольше, чем гонку. Это понятно. Сейчас я сюда ебну, отсюда деньги посыплю. Нет? Вон, посыпались. Видите? Доллары. Что-то они... Не особо-то активно сыпятся. Оружие тут респаунится периодически, поэтому можно плавать и все подбирать, сколько хочешь. Придорок. Вот тут, по-моему, место, которое... Это кто-то спецоружие применил ко мне. Вот тут, по-моему, место, которое, если разрушить, там какое-то оружие. Смотрите, я по нему ебну был, у него почти вся жизнь отнялась. Видите? Ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас еще раз перезарядиться, еще раз ебну, и все, и он на тот цвет отправится. Давайте я его сейчас замачиваю. Чтоб он меня не мучил. Похоже... Тиня, сейчас перезарядиться. Короче, ладно, поплыли. А то я на одном месте не люблю долго находиться. Так, все, нитро. Короче, тут какую-то скалу разрушаешь, и там оружие. Не знаю, фиг с ним, короче. Так. Вот тут, смотрите, сколько добра. Хилсы, нитро, торпедки. Так. Ракеты у меня достаточно. Ну ладно. Поплыли, короче, кого-нибудь убьем. Вон они там вдвоем. Нет, они расплываются. Вон, они вдвоем плывут, смотрите. Готов. Причем, видите, это даже было не прямое попадание, а как-то сбоку. Все равно я его замочил. Так. Сейчас у меня перезарядится, я ебну по нему и все нафиг. Смотрите. Видите, у него чуть-чуть осталось. Вот так. Так, в принципе, достаточно скучно пока. Это потом, когда все корабли такие проапгреженные, они как наваливаются на тебя и начинают мочить. Хотя, кто-то, я, по-моему, даже сам так говорил, то, что эта игра, типа, как Twisted Metal на воде, но на самом деле, нифига. Twisted Metal намного круче. Эта игра достаточно скучная и унылая. По сравнению с Twisted Metal. Ну все, сейчас я по нему ебну, и он сдохнет. У него жизни-то нет нифига. Куда он наплывает, ссык он ебучий? Вон он. Все нафиг. Я чемпион нафиг. Вот это была первая такая. Достаточно скучно, да? Так, ну что? Как обычно, я все продаю. Никакой апгрейд я не делаю пока. Нет необходимости делать апгрейд сейчас. Все продаем, нафиг ничего не нужно. Так, пошли дальше. Сейчас, по-моему, каньон должен быть. Мы в каньоне. Да, вот он. Так. Тоже можно ждать паровоз. Долбить его и собирать денежки. Ладно, я ждать не буду, фиг с ним. Я так денег накоплю. С проданного оружия кучу денег можно собрать. Кто смотрел гонку, тут помнит это. Да, тут поворот направо. А вот тут вот этого не было в гонке. Сейчас опять смотрите, этот чувак. На, сука. Хорошо, да я пон... Сук, иди ты в жопу, блин, козлище. Хорошо, я зарядил по нему. Я круг сделал. Обратно вернулся. Что, я не хотел делать, на самом деле. Ну, ладно, меня вынудили, суки. Тут, по-моему, кстати, в режиме сражения паровоз... Паровоз намного реже ездит, чем в гонке. Хотя бы до сих пор его не было. Причем, у этого катера, у него еще такая... Ну, это корабль, точнее, да? У него такая особенность, что если ты спецоружием своим по кому-то хорошенько попал, то в следующий раз, когда твое спецоружие перезарядится, и ты его захочешь использовать, он автоматически использует спецоружие того, в кого ты попал. То есть, он отнимает его. На самом деле, это для меня не очень хорошо, потому что у него самого спецоружие самое клевое, самое мощное. Готов. Поэтому я предпочитаю его. А когда оно меняется на того, кого ты убил, мне это не очень нравится, на самом деле. Так, ну что-то у меня... А, обычных ракет у меня 20 штук. Ну давайте тогда кого-нибудь замочим, что я ракетами... Сейчас я еще тут соберу все. Блин, я все время путаюсь, они плавают вокруг меня. Блин. Готов. Сейчас перезарядится, и я по нему заряжу. Вот так. Ну что, тут я намного быстрее с ними разобрался, чем в первый раз, да? Просто я в первый раз очень... В первой карте очень плавал много, собирал. Вот. По-моему, гонка интереснее, да, чем вот эта? Гонка веселее как-то. Побыстрее, поинтереснее, повеселее. Вот это сейчас будет трасса. Она точно такая же. Бля, звук еще потише сделает, у меня бесит эта фигня. Сейчас будет трасса, которая... Это единственная трасса, которая в режиме сражения и в режиме гонки одинаковая, то есть без изменений. И она достаточно маленькая. Тут противники достаточно быстро тебя находят. Особенно в третьем сезоне там будет очень сложно, потому что из-за того, что она маленькая, то они на тебя кучи наваливаются, начинают мочить. То есть тут особо не поплаваешь, не пособираешь оружие, как на других картах можно делать. Что-то вот эти придурки постоянно свистят. Сейчас я его сразу замочу, наверное. Чтоб не мешался нафиг. Так, теперь давай дальше собирать. Так. Вот еще один. Видите, я спецоружие того мента использовал на нем. А если бы оно не перезаряжалось таким образом, то я бы сейчас своим спецоружием ебнул бы и все его бы замочил. Так что я считаю, что это минус, что он отнимает спецоружие. Вот мелочь. Заебал ты меня нафиг. Придурок, блин. Блин, до вторых ракет не долетело. Сейчас развернусь, попробую вторые ракеты взять. То есть двойные. Не, не получается. Блин. Вот это спецоружие того мелкого, которого я замочил. Видите, есть пузырики, которые тебя начинают кружить. Так что вот мое мнение, что, видите, режим сражения достаточно скучный. Поэтому это я в первую очередь гонку-то и начал проходить. Понимаете? Потому что она веселее. Хотя кому как. Может быть, кому-то нравится не гоняться, да, кто первый проплывет, а спокойненько вот так вот плавать и мачить других. То есть тут нет никакой гонки, тут никуда спешить не надо. Тебя тут никто не преследует. Это в гонке они все время за тобой плывут. Это я на масло попал. Вот видите, он уплывает от меня. Так, сейчас я еще один заход сделаю. Потому что у меня нитра мало. Вот писюн, ничего ты мне не сделаешь, козлина. Сейчас я развернусь. Соберу вот этот щит. И все. И давайте замочим его. И закончим с этим. Ну, опять же, как обычно, в принципе, это был первый сезон. Во втором сезоне все те же трассы повторятся и плюс новые пойдут. Я, наверное, эти трассы не буду записывать. Я буду записывать только новые, чтобы не было повторов. Потому что и так достаточно скучно еще, блин, одни и те же трассы записывать по несколько раз. Так что вот. Второй сезон. И я уже начну с новых трасс.